Очень шумно. Покажу вам кусочек просто района Бандра. Это как бы является кусочный район. Планировались, подруга, сходить в галерею. Там здесь очень много мини-галерей в этом районе Бандра. Но с учетом того, что я пока нашла парковку, ну и мы тоже как-то не очень рано выехали. В субботнее время, тоже выходной, очень много людей. Здесь очень много всяких кафешек, европейские, на любой вкус вообще можно найти. Азиатские, тайские, корейские ресторанчики, кофеи невкусные, магазины. Сейчас тоже, если успеем, сделаем, возможно, что-то я себе найду. Но здесь очень шумно, конечно же. Выбираем с Сони ресторан. В прошлый раз мы здесь были, в Сюзет. Вкусные салатики там. Всем привет! Еще раз всем намасте. У меня, к сожалению, разрядился телефон, и я вам не смогла показать полностью. Там уличный магазин хотела показать вам, ну там, бандру, да? То есть, поэтому я даже не сняла. Хотелось вам показать магазины, потом уличные магазины, базары, где продают вещи. Очень, ну, по приемлемым ценам. Что хочу сказать, что сейчас мы с Ахилом. Привет, Акиль, скажи. У Акиля выходной. Мы его, значит, стараемся использовать по максимуму, чтобы отдохнуть для тела. Поэтому наше сегодняшнее утро началось с того, что вот нас благословили, поставили тику. Это на терапии, саунд-терапии. Это звуковая терапия. Это тоже часть йоги. Ну, как бы отдельные занятия. Как бы отдельное, да, платье. Ну, вот мы тоже вот взяли, нам порекомендовал наш учитель йоги. И мы сегодня попробовали, и нам очень понравилось такое чувство поющей чаши. В общем, там использовали поющие чаши, какие-то еще другие инструменты, да, какие-то даже непонятно. В смысле было закрытыми глазами. Вот. И тебе как вообще ощущение? Тебе понравилось? Суперкористов. Вот да, такое ощущение, как будто вот мы закрывали глаза. Да, и вот эти вот частота звука влияла на наше тело, сдвиги, да. То есть я чувствовала, например, при каждом ударе поющей чаши, там еще какие-то такие вот были высокие звуки, низкие. Я чувствовала, что вот эта вот вода, жидкость все равно как прям влияет очень сильно. То есть мозг, там где-то покалывание в теле ощущала. И такого прям сильного эффекта вау, как у нас после йоги не было, у меня с ахилом. Но все равно мы чувствуем, что вот гармония, гармонизировалось тело. И я думаю, что это просто накопительный эффект, нужно ходить регулярно. Поэтому мы будем ходить, конечно же, мы возьмем сессию на двоих, будем регулярно ходить, делиться впечатлениями. В процессе я ощущала, как будто, как будто мое тело не принадлежит мне. Вот такой настолько полный релакс, что прям вау. Сегодня мы поедем в гости до наших, в кавычках, родственников. Это родители нашей подруги Раджи Шри Индианки, которая тоже доктор и училась вместе с нами в Волгоградском медицинском университете. Она сейчас вышла замуж, проживает в другом городе, тоже в штате Махараштру. Вот. Как раз после приезда из России я с ними не встречалась, вот как раз встречаемся с ними. Ой, мы пришли только после йоги, терапии, да, после саун-терапии, звуковой терапии. И для нас Аи и Баба, ну либо я делаю вот такой вот джуз, он состоит из граната, из моркови, из свеклы. Самый главный компонент это амла и плюс джинджер. То есть... Тебе как? Хорошо. Это как бы наш завтрак. Кусочек джинджер. Ну его можно и не кушать. Мне подружка, кстати, вчера с ней встречалась, подарила вот такой вот браслет четкий. Она купила в Мумбаи, она гидом работает. Что мне понравилось, они состоят из натуральной лавы. То есть вообще класс, супер. Говорят, там защищает, очистит это тоже негативной энергией накапливающейся. Дорогие подписчики, я пью вот этот вот оздоровительный напиток джуз, фруктово-овощной, за ваше здоровье. Чтобы ваше здоровье было у всех в норме и отлично. Мы пришли к нашим любимым Прити и Орвин, их так зовут. Это родители нашей подруги, где мы учились вместе. Приготовила она для нас кашу, называется индийская эпоха, так как утреннее время. Кашку называется пум-пум. Типа благословение. Я, конечно же, привезла пакет сладостей с России. Это конфеты, всякие там печенья, сыры, чаи, естественно. Все, опять нас благословили. Первые нас благословили на звуковой терапии. Теперь нас благословили второй раз уже за первую половину дня. Нас благословила наша Прити, наша та же самая Аи, Аина Марадхи, мама. Она всегда говорит, называй нас мамой, все такое. Ну, они такие хорошие, они нам как родственники. То есть мы с ними ближе общаемся намного, чем с родственниками. Вот, ну, сейчас мы уже держим путь, мы поедем сейчас в торговый центр. Акилю нужно тапочки купить. И Акиль хочет отдохнуть, поплавать в бассейне. Ну, и мы решили с ночевкой уже. Сначала нам нужно машину помыть. Как бы, ну, у нас, как бы, мы платим, там, мужчине, там, сколько, 600 или 600 рублей в месяц. 600, 600. Он моет машину, там, допустим, 3 раза в неделю, но он, как бы, только такую внешнюю, да, часть машины, а внутри нет. То есть, поэтому я, когда приехала, мне Акиль сказал, я говорю, ну, как, типа, вы использовали машину? Потому что, в принципе, у Акиля же водитель есть, баба-скутер в основном использует он, потому что на дальние расстояния не ездит. Но я смотрю, вот этот вот коврик, ну, на котором, под ногами, он красного цвета, то есть, это цвет глины. Думаю, странно, ну, если мы здесь, в городе машины, то красного глины не должно быть. Такая, начиная анализировать. Так, баба в Ратнагире не ездил, в Ратнагире, это 300 километров от штата, ну, от Мумбаи, тоже штат Махараштра. Ну, он там ездит в деревню на какие-то, иногда берет, может взять, в основном ездит на поезде, это неудобно на машине. Так он иногда и берет, и машину тоже может взять. Обычно вот здесь с деревень, с Ратнагири, с Англии, там вот красная такая глина. А у нашей подружки была недавно свадьба, но я не могла присутствовать, я тоже работала. Вот, и, ну, значит, в Санглии, это как бы другой город штата Махараштра, она там закончила резинатуру и нашла себя потом уже супруга, в будущем уже они поженились. И а наш вот, кака Арвин, Арвин это мужик, это Притти, Арвин и Притти их зовут. Он, ну, как бы, недавно был в аварии, его машина была, и он попросил нашу машину. А Акиль мне не сказал, что он дает машину им. И я такая говорю, а я его постоянно спрашиваю, Акиль, почему машина точно была в деревне? Как раз в Санглии там тоже красная глина. Странно, машина, говорю. Поэтому я ему сказала, так, мне, ну, я, например, не могу ездить. Акиль-то, когда я была в России, ее не использовала машину. Я говорю, я не могу ездить, когда внутри, ну, как бы, надо коврики профессионально почистить, чтобы все было чисто, как бы, мое личное пространство. И потом, значит, он мне только сегодня признается, что, оказывается, он давал им машину. Я говорю, ну, что ж ты не сказал? Оказывается, этот вот наш, ну, ее отец, вот, наши подруги Арвин, он позвонил Акиль, он, так как, ну, между нами очень хорошее отношение, попросил машину, так как их машина была после аварии в ремонте. Я сказала, ну, почему так и не сказал? Конечно, я бы, как им можно отказать? Вот им невозможно отказать. Во-первых, они, я знаю, что они очень аккуратные. Его сын Лау Кик, он сейчас в Германии учится, ну, в магистратуре, я знаю, что, я его прекрасно знаю, он очень аккуратно водит. Я лично с ним тоже ездила на дальние расстояния однажды в путешествие. Он, ну, такой образованный парень, с высшим образованием, спокойно, он очень бережно ведет машину. Такой семье, конечно, я бы никогда не отказала, да, как можно им отказать? Они нам, как родные. Просто один раз я была очень возмущена, когда мы, когда машина еще была новая, может быть, даже ей и года не было, и они взяли ее в деревню и наставил ковид, локдаун, и Ахиль был в это время тоже не в Индии. И баба, короче, с Ахилом решили дать якобы двоюродному какому-то дальнему брату, который еще даже нам деньги должен и не отдал, и не отдал, и все деньги занимают, не отдал. Якобы он лодыжку подвернул, Господи. Даже сестра моего мужа, другая, говорит, Гелян, он так лодыжку подвернул, Боже мой, просто хотел вот 300 километров проехать на вот новой машине, видимо, и спробовать. Такой он вообще разгильдяй, необразованный, водит халям-балям, да, извиняюсь за выражение, но ужасно, он резкий, очень таким людям вообще, мы даже с ним не общаемся, очень таким людям нельзя доверять машину свою. Ну и да, и в итоге там какая-то была мелкая авария после этого, я очень перед претензией говорю, к таким людям, которым вы сами не хотите с ними общаться, никаких контактов близких, даже вообще с ними встречаться не хотите. Такие люди недобросовестные, которые занимают большую, крупную сумму денег, не отдают. Потом даже много раз занимали у старых людей наших родителей, а и баба, как можно у старых людей, если ты взрослый мужчина, блин, 40-летний, сколько ему там, да, 40 лет около, можешь занимать деньги. Он, по-моему, картежник, я так думаю, подозреваю, он и квартиры свои продал, которые у него все были. Ну ладно, речь не об этом. То, что я все-таки заметила, что красная длина под ногами и на ковриках, поэтому сейчас едем мыть машину, как раз в это время, за час нам помоют, и мы выберем в торговом центре что-нибудь посмотрим. А после этого поедем в бассейн. Бассейн находится при отеле, мы там уже несколько раз отдыхали, ну и как бы тоже, чтобы повседневность убрать из своей жизни, Акиль меня приглашает на свидание, да, на ужин. Так что, покажу вам. Сколько стоит? 1300 рублей. Возьми, да. Черный лучший, не восьминый, сейчас. Синие, да, тебе больше идут? Нет, ты сам видишь. Мне кажется, синие лучше, а тебе какие нравятся? Это и ваша шанс. Возьми, Синие. Не, я, ага, че. Он саат номер. Я, я хочу поставить. Субтитры делал DimaTorzok В Гоа мы в Дели поедем, в декабре мы в Дели поедем, они на Гоа, его друзья зовут Гоа, мне же надо диплом по счет меня разобраться Нет, это самое главное, друзья наши волгоградские, они со своими женами поедут? Да, конечно, одна за чем поедут Ну может быть как-нибудь получится, если, потому что один раз, последний раз мы ездили три года назад, да, или два года назад с женами Сколько у него, примерно 12 друзей индусов, все доктора, которые учились у нас все в Волгоградском, медицинском И они уже женились все на женах-индианках И два года назад мы встречались Все вместе отдыхали, ездили Куда мы ездили? Это нормально, либо это нормально? Нет, прошлые лучше Это, да? Потому что это нормально Которые первые были лучше, вот эти Эти, потому что они тяжелые Это чуть-чуть давит вот сюда, да Это нормально Обед Придется покушать все, где-то Углеводной пищи сегодня кушаем Пришлось покушать Критин завтрак, поха, каша Это рисовые хлопья Потому что неудобно просто отказываться Вот так вот выглядит Двор Пальма Солнце Место есть? О, прикольно Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 DimaTorzok 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 DimaTorzok